Здравствуйте! На портал Экзегет поступил вопрос. Иосиф Флавий, историк не христианин, кто он? Фигура Иосифа Флавия чрезвычайно интересна для изучения раннего периода христианской истории, а конкретно не христианских, не новозаветных свидетельств о Христе Иисусе как исторической личности. Действительно, Иосиф Флавий никогда не был христианином, однако жил в собственно апостольское поколение, он родился где-то около 37 года по Рождестве Христовым и умер примерно около сотых годов, то есть где-то между 90 и 120 по Рождестве Христовым. Известен он нам, во-первых, и главных, как автор двух значимых текстов – «Иудейские древности» и «Иудейская война». «Иудейская война» есть не что иное, как описание Иосифом своего участия в событиях Первой Иудейской войны, попытка восстания иудеев против власти римлян, которая закончилась крайне неудачно, собственно, разрушением Иерусалима войсками Тита. При этом Иосиф, будучи молодым человеком, в своё время бывал в Риме с определённой миссией из Иерусалима, ездил туда с защитой ряда обвинённых иудеев и защищал их успешно. Соответственно, когда оказалось, что его соотечественники пытаются противиться власти римлян, сам он им не очень в этом симпатизировал, как он сам о себе свидетельствует. Однако же оказался поставлен на должность защитника территорий галилейских. В общем-то, её он исполнял и с, ну скажем так, определённой степенью успешности, если многие еврейские крепости сдались практически без сопротивления римским войскам, то всё-таки крепость, которой руководил Иосиф, более месяца сопротивлялась. В конечном итоге он оказался в руках у будущего императора, которому, в общем-то, и предсказал победу. Тот посчитал это, в общем, лукавством и иудейской хитростью, однако, когда узнал, что в Риме умер, собственно, правящий император, и что у него есть все шансы занять престол, к словам Иосифа отнёсся более благосклонно. В конечном итоге тот прошёл через недлительный и нетяжёлый для себя период рабства, стал вольноотпущенником Флавия, и таким образом принял когномен, да, вот это второе имя, стал Иосифом Флавием, а так он Иосиф, сын Матьяху, и при дворе нескольких римских императоров спокойно и благополучно закончил свою жизнь. В иудейской среде тексты Иосифа не пользуются ни то что никакой популярностью, да, а не упоминаются ни словом, потому что с точки зрения его соплеменников он, в общем-то, был коллаборационистом и перебежчиком. Сам же Иосиф максимально старался приложить усилия к тому, чтобы и обелить население иудейское перед глазами римлян за участие в такого рода мятеже, но и своё имя также, да, поэтому здесь мы видим такие сослагательные наклонения, что он был против участия в этой войне, но однако же ему пришлось это сделать. Это не суть важно. Повторюсь, два главных текста «Иудейские древности» и «Иудейская война». В «Иудейских древностях», где рассказывается в целом история Израиля, Иосиф упоминает о Христе Иисусе дважды, описывая, собственно, события, предшествовавшие вот этой самой войне. А именно, он говорит о нём в контексте его отношений с братом, с Иаковом Праведным. Сейчас обратимся с вами к этому фрагменту. «Первосвященник Анания собрал Сейнадрион и представил ему Иакова, брата Иисуса, именуемого Христом, равно как нескольких других лиц обвинил их в нарушении законов и приговорил к побитию камнями». Это он описывает под 1962 годом. С точки зрения Иосифа, Иаков был действительно праведником, и вполне возможно, что вот за эту беззаконную смерть праведных Господь и навёл бедствие на Иерусалим в лице римского императора. При этом, однако, как мы видим, Христос упомянут здесь мимоходом, и в фигуре Иакова внимания уделено значительно больше. Однако в другом месте существует так называемое «свидетельство Флавия». Более пространный абзац, который, соответственно, о более ранних событиях говоря, делает это значительно подробнее. «Около этого времени, — пишет он, — жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлёк к себе многих иудеев и эллинов, то был Христос. По настоянию первенствующих у нас людей Пилат приговорил его к кресту, но те, кто раньше любили его, не прекращали любить его и теперь. На третий день он вновь явился им живой, как возвестили о нём и о многих других его чудесах богодохновенные пророки. Поныне ещё существуют так называемые христиане, именующие себя таким образом по его имени». Перед нами явно исправленный христианами текст. Потому что на самом деле, как мы уже сказали в начале ответа на вопрос, Иосиф Флавий никогда не стал христианином. Поэтому предположить, что в своём тексте он ясно свидетельствует о Иисусе из Назарета, как о ожидаемом Мессии Израиля, более того, воскресшем из мёртвых, и при этом как-то совершенно холодно замечает, что до сих пор есть люди, которые придерживаются его учения, не представляется возможным. На том этапе острота мессианских переживаний в Израиле была огромной, и если бы человек признавал это, он, безусловно, примкнул бы к группе учеников. Однако есть более сохранные версии этого текста, и в них мы можем прочитать несколько другую формулировку. «В это время жил мудрый человек, которого звали Иисусом. Образ жизни его был достойный, и он славился своей добродетелью. И многие люди из иудеев и других народов стали его учениками. Пилат приговорил его к распятию и смерти. Но те, кто стали его учениками, не отреклись от его учения. Они рассказывали, что он явился им через три дня после распятия, и что он был живым. Полагают, что он был мессией, о котором пророки предсказывали чудеса». Вот столь сослагательное наклонение значительно более корректно для такого автора, как Иосиф Флавий. Есть целый ряд исследований, которые предполагают разную конечную форму этого самого свидетельства, но нам с вами принципиально важно, что в одном из своих трудов Флавий, который и так оставил для нас много сведений о, собственно, истории близкой Новому Завету, то есть у него же мы видим как раз и тех же самых фарисеев и садукеев, о которых, собственно, нам рассказывает Новый Завет, мы видим у него даже такие группы, которые не упоминаются в Священном Писании, например, те же самые ессеи, благодаря только Флавию нам известны. Но мы видим здесь внешнее свидетельство о историчности Иисуса Христа. Это принципиально важно для библистики как таковой. Таких свидетельств несколько, но, наверное, свидетельство Флавия одно из главных. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok